МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, сколько сегодня стипендия? Эту цифру даже стыдно называть. А ведь многие еще и сами платят за свое обучение. Где им брать деньги на это? Где им брать деньги на жизнь? Подработкой сильно не заработаешь. А на серьезную, высокооплачиваемую работу учащихся не берут. Ведь у них нет достаточного опыта. А пенсионеры? Пенсия настолько мизерная, что большая часть пенсионеров живут впроголодь. Когда ты достиг старости, ты уже не нужен работодателям. Да и знания безвозвратно устаревают. Людям в возрасте практически невозможно найти новую работу. А, например, у домохозяек очень много времени уходит на детей. И у них нет возможности работать по жесткому графику, да и ездить в офис. И это только незначительная часть современных реалий. И здесь в игру вступает сетевой бизнес. Здесь может работать каждый, независимо от возраста, социального статуса, материального положения, наличия знаний, опыта, образования. В многоуровневом маркетинге есть и домохозяйки, и люди, стартующие в зрелом возрасте, и студенты, добившиеся отличных результатов и полностью оплачивающие свое образование. Работа в сетевой компании привлекательна для тех, кто нуждается в дополнительном заработке, располагать свободным временем, так и для тех, кто имеет возможность работать по гибкому графику. Те, кто профессионально работает в этой индустрии, имеют большие доходы и круто меняют свой стиль жизни. Они получают многогранный багаж, который гораздо важнее, чем деньги. Всю свою жизнь они используют этот опыт. Они получают силы и уверенность в себе. Самое важное, на мой взгляд, преимущество многоуровневого маркетинга – это возможность открыть свой бизнес практически без вложений и со временем создать хороший пассивный доход. Это огромный плюс. Но у этого есть и другая сторона медали. Чтобы добиться высокого дохода, вам нужно упорно трудиться, преодолевать себя, свои страхи, работать с возражениями и постоянными отказами и постоянно обучаться. Выходцы из этой индустрии становятся элитой общества во многих странах. Многие из тех, кто сегодня сказочно богат и известен всему миру, заработали свой первый миллион в сетевом бизнесе. Среди них Уоррад Баффет, Джордж Сорос, Билл Клинтон, Ричард Брэнсон, Роберт Киосаки, Чак Норрис, Халк Хогат и даже президент США Дональд Трамп. Однажды Дональду Трампу задали вопрос, что бы вы сделали, если бы пришлось все начинать сначала? Трамп ответил на этот вопрос так. Я бы нашел компанию сетевого маркетинга в начале ее деятельности, у которой имеются отличные системы поддержки и обучения. В это время зал зашелся от смеха, а Трамп на это сказал. Это именно та причина, по которой вы сидите там в зале, а я здесь на этой сцене. Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет именно так и делал. Он покупал сетевые компании. Это самая умная инвестиция, которую я когда-либо делал, говорил он. Вот высказывание Роберта Киосаки об MLM. Самая богатая иллюзия в мире ищет и строит сети, а остальные ищут работу. Крупнейший специалист по личному достижению успеха Брайан Трейси считает. Сетевой маркетинг дает вам проверенную систему успеха, которая позволит вам немедленно начать зарабатывать деньги. Редактор субтитров А.Семкин